Здравствуйте друзья, начинаем новый курс дрессировки со щенком Джека Рассела по кличке Белка, возраст 11 месяцев. Многие владельцы собак часто спрашивают меня, можно ли дрессировать собаку определенной породы или нет, даже владелец этого замечательного щенка рассказал мне, что он ходил к нескольким дрессировщикам, и они ему отказали, мотивируя это тем, что Джек Рассел – порода собаку, которую трудно дрессировать из-за характера и энергии, которые у них есть. Я бы возразил им и сказал, что энергия, которую они имеют, доставит нам больше удовольствия во время тренировок. И я бы еще добавил, что жизнью любой собаки управляют рефлексы и инстинкты, поэтому любую собаку можно дрессировать, разница лишь во времени необходимом для формирования рефлексов. Для начала обучения нам понадобится 1. Подходящее оборудование для собаки Поводок, ошейник Многие владельцы мелких пород используют шлейку на прогулках и даже во время дрессировки. Чтобы мы могли лучше корректировать собаку, я рекомендую во время дрессировки привязывать поводок к ошейнику. 2. Мы должны установить стимулы, которые нравятся собаке, которые мы будем использовать в дрессировке. Вкусная еда, любимая игрушка или будем использовать и то и другое. Белка не слишком прожорлива, зато у нее огромное желание играть. Мы можем их комбинировать, формировать с помощью игрового предмета некоторые навыки, особенно те команды, которые более энергичны, в движении или которые собака должна выполнять быстро, а для более медленных и точных команд мы будем использовать вкусную еду. Так что не забывайте, игрушка возбуждает собаку, а еда ее успокаивает. 3. Изначально нам необходимо сформировать привязанность собаки к нам, привязанность очень важна в дальнейших отношениях, и от этой привязанности также зависит успех дрессировки. Поглаживание, кормление собаки, игра с любимым предметом, уборка вольера, расчесывание шерсти, факторы, способствующие формированию привязанности. Важно завоевать эту привязанность и доверие собаки. Одновременно с формированием привязанности мы приучаем собаку есть с руки и следовать за рукой. Это поможет нам в дальнейшем тренировать рефлексы и манипулировать собакой. Параллельно мы обработаем команду «Ко мне». Собака, будучи на свободе, услышав команду «Ко мне», должна подойти к нам. Если собака приходит сама, мы предлагаем ей что-нибудь вкусненькое, массу положительных эмоций и голосовой стимул «Хорошо», а если не проявляет интереса, то помогаем ей поводком, а когда она приходит к нам выполняем то, что сказал выше. Мы должны дать понять собаке, что если она придет к нам, то получит очень вкусную награду. И ни в коем случае он не должен ассоциировать приход к нам с каким-либо негативным фактором, который может затормозить собаку и в следующий раз она может не захотеть к нам приехать. Очень важно, чтобы во время тренировки собака была голодна, в этом случае шансы на получение быстрых результатов значительно выше. Мы будем работать над этими навыками в первые 10-15 дней дрессировки, и я вернусь с еще одним видео о дальнейшем дрессировке собаки. До скорой встречи!